Здарова! Что-то поднадоели топовые чипы, давайте спустимся к чему-то более простому, а заодно и проверим еще раз нашу методику. Итак, сегодня у нас необычный зверь, Exynos 7904. Для тех, кто в танке, и я не виню вас, поясню за камень. Это 14-нанометровый чип со схемой 2 плюс 6 и относительно старыми ядрами А73 и А53. И столь же слабенькая тут графика, Mali-G71 MP2. Ну хоть память тут типа DDR4. Интересно, что несмотря на свои характеристики, Samsung A30s это один из самых покупаемых смартфонов производителя за счет своих качеств и цены. Поэтому такая информация весьма актуальна, как мне кажется. Ах да, разрешение экрана тут HD+, а не Full HD+, как мы привыкли видеть. Так что учитывайте это. Традиционно начнем с танчиков. Игра неплохо оптимизирована и смартфон сам геймплей нормально вытягивает. А вот скорость на бортного хранилища не позволяет быстро подгрузить локацию. Что отражается в начале графика при запуске на холодную. Радует лишь то, что такое происходит только при первом бою в сессии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПАБДЖИ Производительность тут вряд ли можно назвать комфортной. Я бы снизил настройки графики, конечно. Троттлингом срезало пиковую производительность, но средний фпс упал не сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Легенды тени-пушек, как обычно, порадовали нас провалами почти до нуля. Что отлично было видно на видеогеймплее. Троттлинга нет, но средний фпс на уровне 20 кадров как бы намекает, что настройки надо бы снизить. Троттлинга нет, но средний фпс на уровне 20 кадров. Линейка также порадовала статтерами до нуля кадров. И они были достаточно продолжительными, чтобы геймбенч мог их зарегистрировать. Нагрев повлиял на производительность не сильно, но небольшая разница отличная от погрешности есть. В целом, снова надо снижать настройки. В итоге может показаться, что однокристальная система тут ни на что не годится. Но этот смартфон поддерживает мониторинг загрузки графической системы. Если мы возьмем тот же отрезок в самом тяжелом сценарии, то есть в Shadowgun Legends, то увидим, что средняя загрузка чадушненького Mali-G71 составит всего 50%, а пиковая всего 65%. Все понятно, скажете вы. Все дело в еще более слабых ядрах процессора. Но если мы выведем на график режима работы процессора, то он спит. Реально не напрягаясь. Причем обратите внимание, что характер графика очень похож на то, как будто производительность графического ускорителя искусственно ограничили. Я не буду утверждать, что это так и есть, и тут есть какой-то там умысел или заговор. Вряд ли. Ведь чтобы это точно узнать, нам нужны рут-права и аналитика поглубже. С другой стороны, если мы возьмем вот этот отрезок, где что-то явно работает на пределе, и посмотрим на частоту ядер процессора, то она составит 1,2 ГГц для толстых ядер A73 при максимально заявленных 1,8, и 1,6 ГГц для малых ядер A53, что является максимальной частотой для них и на бумаге. Причем все ядра активны, и никто из них не спит. Почему игра не обрабатывается на толстых ядрах на полной частоте, не ясно. Почему 6 ядер A53 на максимальной частоте не тянут, и в них ли дело, непонятно. Может повлияла скорость оперативной памяти, блин, а как понять-то? Короче, ничего не понятно. И на этой прискорбной новости пора заканчивать. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok